Одна фотография способна рассказать целую эпоху и осветить как вспышка то или иное событие или явление. Особенно интересно взглянуть на то, что уже кануло в небытие или кардинально поменялось. Флэшбэк – это проект «Маячок», ведущий нас к пониманию прошлого. Это иллюстрация из дореволюционного номера журнала «Нева». Публикация посвящена казахскому празднику, который был устроен в Уральске летом 1891 года в честь визита наследника Российской империи. Будущий царь Николай II путешествовал по миру, а также посещал губернии и окраины собственной империи. В то время казахская степь находилась под российским протекторатом, и весть о визите цесаревича вызвала оживление во многих городах и аулах. Желающих приехать и посмотреть на него было так много, что уральским властям пришлось ограничить этот наплыв, определив с каждого уезда по 100 кибиток. В степи разбили временный аул, в центре установили гостевую белоснежную юрту с роскошным внутренним убранством. В то лето подобные приемы цесаревичу устраивали представители Семипалатинской и Акмолинской областей, Семеречье, Омска и Костанайщины. Высокого гостя приветствовали казахские султаны-правители. Например, вот эта фотография, которая у нас есть здесь в экспозиции, вообще это фотография взятая из книги «Путешествие цесаревича на восток». И на этой фотографии изображены представители степной знати, которые участвовали в приеме или во встрече царской особой в Омске. И среди этих лиц якобы был Кунанбай. Но эти предположения, они так и остаются предположениями. Доподлинно, кто из них кто, точных сведений нет. Предположения – это все-таки предположения. И поэтому мы знаем точно, что в центре сидит Чингис Валиханов, отец Чукана Валиханова. А другие лица, они в принципе неизвестны. Вглядитесь в это изображение. Юрта справа для наследника. У входа его ожидают казашки в Кемещеке. На переднем плане – волосные старшины и бии. Дальше – простые сыны степей и дети-воспитанники киргизского училища. От всех этих людей нас отделяют два столетия, две революции, две войны и две исчезнувшие империи. Продолжение следует...